Продолжение следует... Проплывите все задания два раза по 50 метров, и это послужит отличной разминкой в воде. Итак, начнем. Первое упражнение. Исходное положение. Правая рука перед собой, левая вдоль туловища. Работает только правая рука. Грибок, вдох вправо, пронос. Возвращаемся в исходное положение. Левая рука вдоль туловища прямая и расслабленная. Меняем руки каждый бассейн. Продолжение следует... Напомню. Положение тела в воде должно быть строго параллельно дну бассейна. Ноги не должны тонуть, а голова не должна подниматься. Следующее упражнение. Толчок от стенки двумя ногами в положение стрелочка. Выполняем грибок правой рукой и оставляем ее в положении вдоль туловища. Далее две фазы. Вдох вправо, пауза, смена рук. То есть левая рука выполняет грибок, а правая пронос. И то же самое влево, пауза, смена рук. Акцентируем внимание на правильном грибке и вдохе. Смена рук происходит одновременно. Ноги работают беспрерывно. Акцентированная пауза. Каждый цикл 4-6 счетов. Продолжаем. Теперь наша задача соединить вдох в сторону и смену рук. Исходное положение такое же. Одновременно меняем руки и в момент выхода руки из воды поворачиваем корпус и делаем вдох. И возвращаемся в исходное положение. Ноги работают беспрерывно. Также акцентированная пауза. Каждый цикл 4-6 счетов. Выполняйте упражнение до того момента, пока оно не получится на все 100%. Упражнение выполнено. Теперь мы близимся к самому интересному. К роль на груди в полной координации движений. Выполняем предыдущее упражнение, но теперь убираем паузу между движениями. Дыхание в одну сторону. Например, вправо. Влево не смотрим и не дышим. Грибок длинный. Вдох под каждую правую руку. Напомню, чем больше вы расслаблены в воде, тем вам легче плыть. Не надо бороться с водой. Расслабьтесь, скользите, почувствуйте воду. Одна из сложностей освоения техники плавания – это координация. То есть множество поставленных задач, которые нужно решить одновременно. Поэтому вспоминаем прошлое занятие и продолжаем то же самое с акцентом на правильный грибок и дыхание. Например, вдох под правую руку, задержка дыхания, выдох в конце грибка, опять же, правой руки. Если вы выполняете упражнение верно, постепенно вы почувствуете, что вам легче плыть, почувствуете меньше усталости после каждого бассейна, почувствуете воду. А теперь немного теории о технике проноса руки над водой. Опять же, три фазы. Первая. Выход руки из воды. Грибок заканчивается в положении ладонью вверх. В момент, когда кисть достигла бедра, активные мышечные усилия прекращаются и локоть поднимается из воды. Вторая фаза. Пронос. Во время проноса локоть находится в высоком положении и направлен вверх, а кисть удерживается у поверхности воды. Пронос руки облегчается высоким положением плечевого сустава. Третья фаза. Вход руки в воду. После проноса по воздуху согнутая в локтевом суставе рука быстро входит в воду под острым углом. Ладонь обращена вниз, пальцы соединены. Погружение руки в воду осуществляется в следующей последовательности. Кисть, предплечье, плечо. И теперь плывем кролем на груди в полной координации движений с акцентом на правильный пронос руки над водой. И на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. С вами был Герасимов Александр. До новых встреч! Плавание это здорово!